Жирная пища перенасыщена холестерином, и именно этот холестерин влияет на то, что образуются вот бляшки, и это, в свою очередь, влечёт самые разные болезни сердца. Вы знаете, ну, естественно, жирная пища, она не имеет, так скажем, позитивной привлекательности, я бы так сказал, но, на мой взгляд, самое главное – это объёмы поедаемой вот этой самой пищи. Есть такая точка зрения, что вообще содержание в крови холестерина не напрямую связано с едой. Можно есть жирную пищу и иметь нормальный холестерин, можно отказываться от жирной пищи и всё равно иметь повышенный холестерин. Ну, судя по всему, вы лучше меня теорию знаете. Я могу вам сказать, что, конечно, генетический образ человека, он имеет колоссальное значение, потому что, ну, судя по всему, сколько вам не давай есть, вы всё равно такой будете, понимаете? Но при этом у меня повышенный холестерин. Вот. Ну, у вас самочувствие нормальное? Да. Давление нормальное? Да. Если у вас артериальное давление нормальное, то вы тоже можете считать себя здоровым человеком и, вообще-то говоря, спокойно жить. А какое нормальное давление? Нормальное давление – это вопрос очень правильный, очень правильный вопрос. Значит, артериальное давление любого человека не должно превышать 120 мм втутного столба. Не должно. И на эту тему ведь очень много существует дискуссий среди самого высокого врачебного сословия. И есть согласительные документы. И самые последние согласительные документы – 120 и баста. Если больше 120, нужно лечиться. Лечение может быть таким. Если это впервые возникшее, самое лучшее лечение – это ходьба. Есть институт, который установил, что ежедневная ходьба в течение часа, она прибавляет 6-8 лет жизни.